Светлого Христова Рождества Иосифа Рождества Сам Ирод-царь еще и не подозревал о том, что он захочет сделать через некоторое время. Ангел по воле Божией возвращает Иосифу и просит его, чтобы он взял Марию и младенца и бежал в Египет, так как Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Интересен тот факт, что расстояние, которое было необходимо пройти Иосифу с Марией и младенцем, это расстояние немалое. От Иерусалима до границы с Египтом составляет дневной путь на поезде. И потом еще от границы Египта до Каира, где и находилось Святое Семейство, еще полдня пути. И можно себе только представить, как это Семейство Святое путешествовало. Второй момент интересен тем, почему Господь не другим способом оберегает младенца. Ведь Он Бог, и понятно, что Он мог бы в одночасье погубить и того же Ирода и нарушить все его планы. Но Господь Иисус Христос пришел в мир не для того, чтобы нарушить закон, но наоборот, чтобы его исполнить и возвысить его, и поставить его на новую нравственную высоту. Господь Иисус Христос принимает человеческое тело на Себя. Бог становится человеком ради самого человека. И с самого начала пути Господня, уже с рождения, Он начинает претерпевать бедствия, претерпевать скорби. И святые отцы говорят о том, что это есть образ того, что и христианин с самого своего начала, с того момента, когда он принимает на Себя Игорь Христово, ждут страдания, ждут скорби, ждут испытания. Господь Иисус Христос самого младенчества Своего проявляет величайшее послушание и смирение. Он послушал Своей Матери и Своему мнимому Отцу Иосифу. Он не возопиет, но следует тому, что было предначертано Священным Писанием. Пророк Исайя, возвещая, говорит, что грядет Господь на облаке легком в Египет. Кто же это святое легкое облако? Это есть Божья Матерь. Она, будучи телесной, можно сказать, что была бестелесной. Она, словно облако легкое, парит в Египет. Для чего? Чтобы и там свидетельствовать о вере евангельской. Господь просвещает уже в самом начале Своего пути, уже в младенчестве, Он освещает земли языческие, тем самым предсказывая о том, что Он пришел не только для того, чтобы спасти еврейский народ, но и для того, чтобы спасти всю Вселенную, до конца Вселенной, до конца Земли. И мы видим и знаем о том, что впереди этого младенца ждут величайшие испытания. Господь приходит в мир не для того, чтобы наслаждаться материнской любовью, не для того, чтобы зреть красоту мира и благодарить Бога, не для того, чтобы общаться с родственниками и наслаждаться этим общением, не для того, чтобы находить в себе друзей и соратников. Он приходит в мир для того, чтобы спасти человека. Он становится Бог, становится человеком, для того, чтобы вознести человека к Божественному достоинству. И всякий, кто из года в год празднует это событие Рождества Христова, он напоминает себе о том, что Господь сегодня пришел, чтобы я мог стать Богом. Что значит стать Богом? Это значит, посредством тела и крови Христова, посредством их причащения, сподобится открыть в себе тот образ и подобие Божии, который Бог в каждом из нас родил, восстановил. Он каждого человека сотворил по образу и подобию своему. И вот это событие Рождества Христова напоминает нам о том, что мы являемся детьми Божиими. Мы, глядя на младенца Иисуса, сами как бы становимся младенцами в руках Божьих. Мы должны уподобиться Ему во всем. Мы не должны расслабляться и думать о том, что если Господь пришел и спас нас, то мы спасены, и больше нам ничего не надо и не нужно делать. Младенец Иисус сегодня в эти святые дни, в эти две недели призывает каждого из нас потрудиться, потрудиться для того, чтобы хоть как-то уподобиться Ему в послушании и смирении. Мы тоже имеем послушание своим родителям, мы можем иметь послушание к своим руководителям, мы можем иметь послушание к своим священникам, мы можем иметь и смирение, смиряться перед ближним своим, где надо промолчать, где надо не высказать свою правду, смириться, преклонить голову и принять волю Божию о себе самих. Ради чего? Ради единственного того, чтобы хоть как-то быть похожими на своего Господа Иисуса Христа. И эта похожесть на Него делает человека благородным. Эта похожесть на младенца Иисуса делает человека святым. И рядом с таким человеком всегда приятно находиться. Рядом с таким человеком человек обретает мир. Паки и паки, поздравляю всех с Рождеством Христовым. Пусть Богомладенец Иисус Христос каждому из нас воздаст от своих великих щедрот. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok